На уходящей неделе Минск стал столицей ДОСАА в стран Содружества Независимых Государств. Здесь прошел пленум Центрального Совета Оборонных Обществ СНГ. В ходе форума удалось не только сверить часы, но и определить точки роста совместных инициатив на долгосрочную перспективу. Эта встреча в Национальной Библиотеке Беларуси обещает стать знаковой по нескольким причинам. Открытый характер, острая проблематика, конкретные решения. Представители Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана собрались, чтобы определить стратегию совместного строительства оборонного общества. А значит, в определенном смысле и оборонного пространства СНГ. Положительные моменты друг у друга берем. С тем, чтобы та идея, которая была заложена нашими предками, воспитание патриотов Родины готовых ее защитить, чтобы мы эту задачу решали успешно. Работа по патриотическому воспитанию молодежи – ключевая тема нынешнего форума. Автопробеги по местам боевой славы, концерты для фронтовиков, празднование юбилейных дат Великой Отечественной. Ежегодно ДСААФ проводит свыше 2000 акций военно-патриотической направленности. В это движение беларусам удалось вовлечь коллег из других стран. Здоровая нация – крепкая армия. Яркое отличие беларусского ДСААФ – тесное сотрудничество с вооруженными силами. В Беларуси оборонное общество буквально интегрировано в систему армейского образования. Сегодня в центрах ДСААФ обучают для войск будущих водителей, радиотелеграфистов, электриков, мастеров по ремонту средств связи. А это тысячи новобранцев. В аэроклубах летную практику получают курсанты авиационного факультета военной академии. Среди перспектив – подготовка специалистов для территориальных войск, унификация программ обучения во всем СНГ. Специалистам, внесшим наибольший вклад в содействие армии и геройко-патриотическое воспитание молодежи, Андрей Равков вручил медали – 70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Как и другие структуры стран СНГ, развиваются по пути интеграции. В связи с этим, на данном плену, то есть на седьмом плену Медосав, принято решение о выработке путей и мер сотрудничества. Мы рассматриваем те значимые задачи, которые поставлены перед нами главой государства. Наметив пути развития, участники встречи решили форсировать реализацию общих проектов. Как итог – солидный пакет соглашений, расширяющий перспективы. Контекст событий в мире требует предельно энергичного развития ДСААФ, как общественной платформы безопасности. Продолжение следует...